А теперь о казахстанцах, которые не жалуются на жизнь, а просто ставят перед собой цели и достигают их, несмотря на врожденные недуги. Вот, к примеру, братья Айтняковы родились с диагнозом детский церебральный паралич. Они выучились и открыли собственное дело. Ремонтируют оргтехнику. Они поддельны любви к жизни и твердом духе. В сюжете Натальи Ковалевой. Интерес к этой работе проснулся еще в далеком 2003-м. Именно тогда у братьев появился первый компьютер. Со временем увлечение переросло в дело всей жизни. Хоть и дается им каждый шаг нелегко, результатом работ, как правило, клиенты довольны. Когда мы начинали, был страх, что поломаю там. То есть все-таки одной рукой все это делается. В основном. Левая рука, она так, вспомогательная у меня там. Что-то поддержать это. Ну, в основном вот правой рукой все это делается. Встаю утром, я вижу, просто когда неохота ничего делать, я захожу в Тугис и набираю наш Аирком сервис. Я вижу эти теплые отзывы. У нас все отзывы, мы держим пять звезд. Это, я считаю, для нас это все равно достижение. Вот как о нас говорят, как это. Я понимаю, что вот не зря мы все-таки идем сюда, не зря мы здесь сидим. Братья признаются, пока любимая работа больших доходов не приносит. Расходов больше. Оплата аренды офиса, съемного жилья и прочие затраты. К тому же и сам офис находится на окраине города. Не каждый клиент захочет сюда ехать. А средств перебраться в центр столицы пока нет. У Ильнара жена и двое детей. Супруга инвалид по зрению. И даже несмотря на эти трудности, планы у парней наполеоновские. Вообще, когда мы открывались, у нас была цель. И она сейчас есть, и она будет до конца, пока мы ее не добьемся. Я хочу нанимать людей таких же, как я. То есть у кого-то ноги не работают, у кого-то руки, у кого-то полруки. То есть, ну есть голова, которые сидят дома. Они тоже пытаются, молодцы. Но я хочу такую команду создать. Несмотря на их состояние, сделать так, чтобы они были нужны. Ильнар и Ильдар к поддержке в жизни относятся ценнее многих. Ведь им она дается сложнее других. Оттого братья и сами всегда готовы протянуть руку помощи. Правда, афишировать добрые дела не любят. Но к нам все же попали эти кадры. Двойняшки дарят компьютер и веб-камеру ребенку с ДЦП. Таким же диагнозом, как и у них. Людям, которые увидят это, возможно. Те, кто не уверен в себе или чего-то боится. Не надо бояться. Надо просто идти. Идти вперед с гордо поднятой головой. И знать, что в любом случае за любой твой труд все равно рано или поздно будет какое-то вознаграждение. Верьте в себя, в свои силы. Все должно получиться и получится. В любом случае. Рано или поздно. Именно шагая с таким девизом по жизни, они уже смогли многого достичь. И нет сомнений, что завтрашний день им подарят еще больше возможностей. Несмотря на то, что с рождения эти возможности были гораздо ограниченнее, чем у других. Татьяна Ковалева, Серег Конорбаев. Итоги дня.